Самая великолепная и величественная мьянманская пагода Шведагон отмечает своё 2600-летие. По этому поводу здесь проходят пышные торжества, впервые за долгое время. Военная хунта, правившая Мьянмой до прошлого года, опасалась больших собраний народа. Однако сейчас, с приходом нового правительства, обстановка меняется. Буддисты тысячами безбоязненно стекаются к священной ступе. Как гласит предание, знаменитую пагоду начали строить более 2500 лет назад. Два брата купца однажды угостили принца Гаутаму медовым пирогом. И когда тот достиг просветления и стал Буддой, то в благодарность подарил братьям восемь своих волосков. Вернувшись домой, купцы обнаружили, что драгоценный дар обладает чудодейственными свойствами. Король Мьянмы заложил реликвии в ступу и возвёл 20-метровый храм. Последующие династии продолжали строительство. Таким образом, пагода Шведагон выросла до 98 метров. Её покрыли золотыми пластинами, инкрустировали четырьмя тысячами драгоценных камней и увенчали бриллиантом 76 карат. В субботу 2600 монахов, сидя на циновках вокруг сияющего золотого храма, прочитали утреннюю молитву. К ним присоединилось более 10 тысяч верующих. «Это важно для буддийской религии. Я горжусь этой пагодой и горжусь быть избранным и присутствовать на фестивале в честь её 2600-летия». Некоторые рады такой возможности до слёз. «Я очень счастлива и взволнована». Для верующих этот фестиваль означает не только молитвы возле знаменитой святыни, но и возможность предложить пожертвования монахам. По буддизму таким способом они совершают добрые дела. Мужчины и женщины выстроились у входа в пагоду в длинную очередь, чтобы передать монахам свои дары. Им преподносят еду, одежду, деньги и лекарства.